Еще раз доброе утро, уважаемые участники вебинара. Рада вас всех здесь приветствовать. Меня зовут Парфенова Наталья, я представляю компанию PSS города Санкт-Петербург. И наш вебинар сегодня на тему квартирография версии 2.0 для платформы Autodesk Revit. И прежде всего хотелось бы рассказать немножко о нашей компании. Компания PSS занимается внедрением BIM-технологии. И как все мы с вами знаем, BIM это некий интеллектуальный процесс, который основан на построении модели. Данный процесс позволяет нам сокращать затраты на этапах планирования, проектирования, строительства и эксплуатации здания. То есть на этапах всего жизненного цикла объекта. И на каждом этапе, как правило, создается некая интеллектуальная модель, которая в дальнейшем удачно используется на следующих этапах. И таким образом BIM позволяет нам создавать проекты более быстро, более экономично, с наименьшим какими-то влиянием на окружающую среду и с более высоким качеством. То есть позволяет нам сохранять два основных показателя. Это время и деньги. И даже на каких-то, может быть, очень сложных объектах. И с своей стороны BIM требует каких-то решений. Наша компания PSS предлагает три направления деятельности. Первое – это разработка стандартов предприятия по взаимодействию 2D-среды с 3D-средой. Мы рассматриваем их как некую платформу BIM. Второе направление деятельности – это внедрение на основе стандартов эффективного взаимодействия между 2D, 3D и даже 4D-средой. И третье направление – это внедрение системы управления, в которые входят систему, например, электронного хранилища, управления проектами и документооборот предприятия. На каждом из направлений деятельности наша компания предлагает различные, достаточно широко известные платформы. Это может быть AutoCAD, это может быть Revit, Inventor, Volt, 1S и так далее. И платформа, о которой сегодня пойдет речь – это Autodesk Revit и непосредственное приложение для него, которое называется «Квартирография». Возможно, многие из вас уже пользовались «Квартирография» версии 1 или без версии, просто «Квартирография». Но немножко давайте расскажу подробнее. «Квартирография» – это некое приложение, которое работает только на платформе Autodesk Revit и позволяет нам решить вопрос оформления «Квартирографии» непосредственно в проекте. Так как классический функционал Revit совсем не затрагивает эту сторону. Ну, либо можно делать большое количество рутинных операций, дабы получить нужный нам результат. Дополнение представляет собой инструмент, который содержит большое количество марок, которые автоматически подгружаются в проект, ведет расчет площадей нужных нам, например, это жилая площадь, общая площадь, приведенная площадь квартиры. Также ведет постоянный мониторинг и обновление этих значений. И при помощи приложения «Квартирография» мы можем выводить различные табличные данные, будь то экспликации, либо спецификации. Давайте рассмотрим основные возможности модуля. Здесь я расскажу сначала о них, так скажем, в презентации, затем мы посмотрим их в работе наглядно. Первая функция, знакомая уже нам по первой версии приложения, это просто «Квартира». Она позволяет нам объединять уже существующие помещения в проекте в определенные квартиры, в отдельные квартиры, при этом задавать им номер помещения, тип помещения, индекс квартиры и так далее. Вторая функция, это новая функция, называется «Тип квартиры». Теперь есть возможность задавать тип, то есть либо это квартира евро, либо это квартира студия, либо стандартная квартира обычная, и отображать данную информацию в марке, вот как показано на данном слайде. Следующая функция также является новой. Появилась возможность сразу размещать марку помещения, марку квартиры в нужную нам, так скажем, в нужную нам точку квартиры при помощи галочки. То есть ставим галочку «Разместить марку» и выбираем место размещения нашей марки квартиры. Следующая возможность, это «Секция». Данная функция нам знакома еще по прошлым версиям приложения, то есть можно задать имя секции и при этом получить независимую нумерацию квартир. Например, в секции 1 у нас квартира, начиная с первого до «Н», и в секции 2 у нас также квартира, начиная с первой квартиры, заканчивая «Н». Следующая функция – это задание типов помещений, также знакомое нам, но здесь произошли некоторые изменения. Во-первых, изменились номинования, непосредственно параметров. У нас есть жилое, нежилое, лоджия, балкон и общественное помещение. Дальше у нас идет функция объединения. Например, если вы по какой-то причине забыли добавить помещение к квартире, либо вы нечаянно одно помещение присоединили к другой квартире, то есть вам нужно переопределить ее. Для этого у нас присутствует кнопочка «Объединить», она помогает нам присоединять созданное уже помещение к существующим квартирам. И при этом происходит у нас изымание, то есть копирование параметров необходимых в это помещение. Тоже мы с вами посмотрим. Следующая кнопка «Автонумерация» дает нам возможность автоматической нумерации квартир. Например, вы вручную создавали квартиры, задавали номера 1, 2, 3 и где-то ошиблись, либо где-то повторились. В общем, какие-то проблемы у вас произошли. При этом при нажатии кнопки «Автонумерация» все номера обновляются автоматически. Также, если вы провели копирование по этажам, например, у вас есть типовой этаж, вы сделали там квартирографию, откопировали вверх на 10 этажей, не нужно выбирать каждую квартиру заново и задавать ей номер, можно воспользоваться кнопкой «Автонумерация». Следующая функция «Новая» – это возможность автоматического подгружения различных марок квартиры и марок помещения и возможность их использования. То есть не нужно искать эту функцию в «Ревите», где эти маркировки находятся, все у вас под рукой, будет все на одной панели. Большое количество марок, посмотрим с вами, то есть на любой вкус и цвет. И еще одна функция – это параметр «Номер помещения квартиры». Новый параметр, который позволяет нам с вами нумеровать помещения в пределах одной квартиры. То есть не сквозная нумерация всех помещений, стандартные параметры «Ревита», а только в пределах квартиры. То есть мы можем в одной квартире поставить помещение номер один, и в соседней квартире у нас также будет помещение с номером один. И данные цифры выводятся у нас в экспликацию данной нумерации. Еще одна новая функция – это автоматическое создание экспликации помещений квартиры. При нажатии кнопки выбираем нужную нам квартиру, и нам генерирует «Ревит» сам экспликацию квартиры. При этом экспликация не является автоматически обновляемой, так как это аннотационное обозначение. Для того, чтобы можно было проводить обновление экспликации, например, изменилась площадь квартиры, прибавились какие-то дополнительные помещения, изменилась нумерация, в общем, какие-то произошли изменения, мы добавили следующую функцию – это обновить экспликацию. То есть вы получаете полный список созданных вами экспликаций, можете выбрать галочку «Любую» и нажать кнопочку «Обновить». И последнее, о чем хотелось бы сказать, это большое количество параметров используется при работе данного приложения. Вот на слайде они здесь представлены. И также важно сказать о том, что некоторые параметры поменяли свое название. Например, у нас раньше был параметр «Ария 1», «Ария 2», «Ария 3». Теперь наименование «Жилая площадь», «Общая площадь», «Приведенная площадь». То есть некоторые параметры поменяли свое наименование в связи с запросами наших пользователей. И подведем, так скажем, последний слайд нашей презентации, осветим важную информацию. Приложение «Квартирография 2.0» у нас работает на Revit 2013 и 2014. При этом установочный файл 1 и сразу идет установка на оба Revit. Если у вас стоит только один вид Revit, например, 2013 или 2014, то, соответственно, у вас станет приложение только на один Revit. Второе. Устанавливаться достаточно просто в несколько щелчков мыши. И при этом появляется новая вкладка на панели Revit. Мы с вами посмотрим. Данное приложение абсолютно бесплатно и не требует регистрации. Вы можете его скачать на нашем сайте pssspb.ru. В конце вебинара я вам покажу данную страницу и покажу, как это можно сделать. И некоторые особенности продукта именно второй версии. Во-первых, изменены параметры в соответствии с запросами пользователей. Наименование, как я сказала ранее. И второе. Это были те моменты, проблемные зоны в первой версии приложения. Мы их постарались решить. То есть закрыть все существующие ранее баги. И важная информация. Поскольку, как я уже сказала, приложение имеет большое количество дополнительных функций, помимо тех, что были ранее, и произошло перенаименование существующих параметров, то данное приложение несовместимо с версией первой, то есть первой квартирографии. Поэтому начинайте свою работу с приложениями только в новых проектах. То есть, если вы открыли старый проект, уже созданный квартирографией, новая квартирография работать в ней не будет, либо будет работать совсем некорректно. Второе. Перед установкой данного приложения, поскольку оно было достаточно сильно обновлено, удалите все более ранние версии приложения с вашего компьютера. То есть квартирографию первой версии следует удалить перед установкой. Для корректной установки необходимо отключить UAC. И еще один важный момент. Если вы используете шаблон проекта, убедитесь, что в нем нет повторных параметров. Например, в нем нет параметра индекс квартиры или тип помещения. То есть, чтобы не было тавтологии между шаблоном и теми параметрами, которые генерирует непосредственно приложение квартирографии. Вот это основная информация. Теперь давайте перейдем непосредственно к нашему файлику, к нашему ревиту. И я уже более наглядно покажу, как работает данное приложение. Ранее уже была у меня создана такая модель. Здесь, можно сказать, одна секция с каким-то типовым этажом. И где найти нашу квартирографию. После установки у нас появляется новая вкладка, которая называется PSS-квартирография. И вот здесь у нас наша панель с нужным нам функционалом. Панель квартирографии. Давайте я ее вынесу для удобства. Первое, что хотелось бы показать, это, так скажем, готовый пример оформления. Как выглядит работа данного приложения. Вот у меня уже есть первый этаж, оформленный, так скажем. Здесь первый вариант, это с легендой по типам помещения раскраска. Мы видим, что у нас есть большое количество марок. То есть и площадь помещения, и номер помещения. И, так скажем, марка непосредственной квартиры. Марка для балкона есть. Ну и вот, в принципе, в таком виде выглядит наша квартирография на данный момент. Тот же самый вид, но уже с легендой по номеру квартиры. То есть вот раскраска. Я вижу, что на первом этаже у меня создано уже 5 квартир. И третий вариант, это я выбрала одну квартиру и сгенерировала на нее экспликацию. Наименование, экспликация, текст вы можете менять заголовка и убирать, добавлять видимость самого заголовка непосредственно. Этого мы с вами еще посмотрим. Давайте попробуем то же самое создать для второго этажа. То есть вот у нас есть некие стены, окна, двери. И с чего нужно начать? Ну, первое, что нужно сделать, это вставить классическим функционалом Revit помещение. То есть вкладка архитектура, помещение. И мы должны с вами разместить непосредственно помещение в нашем модели. Вы можете размещать сразу с какой-то некой маркой. По умолчанию квартирография подгрузила набор марок. Здесь имя, номер, площадь и марки для балконов лоджий. Либо, ну, так скажем, проставить марки в дальнейшем. Как вам удобно? Давайте я использую номер помещения. И проставлю все помещения, необходимые мне для квартир. Порядок простановки помещений не влияет на нумерацию квартир. Ну, тот параметр, которым я говорила вам, новый параметр, он зависит. Нумерация зависит от площади помещения. То есть от больших к меньшим. Это мы с вами тоже сейчас посмотрим. Так, и... Здесь пусть будет у нас общее помещение, общественное назначение. Пусть будет стоить площадь. Ну, вроде бы все помещения есть. Теперь давайте непосредственно создавать квартиры в модели. Ну, тут можно пойти двумя способами. Либо сначала задать квартиры, либо сначала задать тип помещения. Ну, я пойду, начну с квартир. Выбираем функцию квартира. При наведении на любую из функций есть ниспадающее окно, так скажем, мини-справка о том, что это за функция и как ей пользоваться. Например, квартира. Это создание квартир в модели и дальше идет описание. То есть выберите необходимое помещение, нажмите кнопку «Готово» и заполните, так скажем, ту информацию, которую потребует данная функция. И некое изображение. То есть если вам что-то непонятно по работе, вы можете навести на любую кнопку и увидеть небольшое описание. Ну, давайте начнем. Выбираем квартира. Два возможности выбора здесь есть. Либо вы можете выбрать помещение, необходимое вам просто секущей рамкой, и Revit выбирает только помещение необходимое. Либо вы можете это сделать простым прощелкиванием мышки. При этом не нужно зажимать Shift и Ctrl. То есть не нужно зажимать Ctrl, плюсик появляется по умолчанию. То есть вот простым выбором наводите на помещение и выбираете. Выбрали все помещения первой квартиры, говорим «Готово». Программа нам предлагает задать номер квартиры, индекс квартиры и тип квартиры. Ну, поскольку на первом этаже у меня уже есть 5 квартир, то номер квартиры на втором этаже будет 6. Есть индекс. Ну, это квартира, по-моему, 4-комнатная, 4.1 индекс. И пусть это будет тип помещения «Стандарт», то есть обычная квартира. И давайте поставим галочку «Разместить марку» после нажатия кнопочки «Окей». «Окей». Вот у нас появилась марка, она бегает за мышкой, и я выбираю место для расположения нашей марки «Квартира». Пусть будет здесь. Я вижу, что на данный момент у нас марка пустая, и видны только ноли. Почему? Потому что у нас еще не задан тип помещения, и программа не может посчитать, какие из них жилые, сколько жилая площадь, сколько общая площадь и сколько приведенных. Но после того, как мы с вами объединили первую квартиру, мы видим, что у нас произошла нумерация. То есть если раньше кружки с номером были не заполнены, то есть стоял ноль, то сейчас идет четкое определение номера. От одного, в данном случае до девяти помещений. Давайте дальше. Следующая квартира с секущей рамкой. Выбираю все нужные мне помещения. Нажимаю кнопочку «Готово». И здесь номер уже 7. Индекс квартиры. Ну, давайте пусть будет эта квартира у нас евро. То есть кухня совмещена будет с гостиной. Поэтому индекс у нее будет 3.1 трехкомнатная. И разместить марку. Например, сюда. Когда я поставила что-то с евро, то есть, так скажем, тип квартиры задала евро, я вижу, что здесь в марке у меня появилась буковка Е. Если бы я поставила студия, у меня, соответственно, появилась бы буковка С. Давайте я выберу все необходимые квартиры. Создам. Так. И в последней квартире я целенаправленно исключу одно помещение для того, чтобы показать функцию «Объединить» в дальнейшем. Десятая. В данном случае у меня легенда также по номеру квартиры. Давайте я ее покажу. И я вижу, что у меня номера квартир от 6 до 10 на данном этаже получились. Следующее, что я должна сделать, это назначить тип. Тип помещения. То есть, я назначила саму квартиру, объединила помещение в квартиры. Теперь на каждое помещение я должна назначить тип. Давайте я переведу свою цветовую схему. Сделаю по типу помещения, чтобы мне удобно было использовать. И первое, что я должна сделать, это выбрать все жилые помещения. То есть, помещения, которые будут иметь коэффициент равный единице. Выбираю все жилые комнаты. Здесь не обязательно выбирать жилые комнаты только одной квартиры. То есть, можно выбрать сразу все. На этаже, либо там, не знаю, в нескольких секциях одновременно на одном этаже. То есть, как вам удобно. Нажимаем готово. Вот я вижу, что у меня уже начинает заполняться моя марка. Следующее, это нежилое. Нежилое, это те помещения, которые относятся к квартирам, но не являются жилыми комнатами. То есть, это санузлы, кухни, коридоры, какие-то, может быть, подсобки и так далее. Давайте этому помещению также назначу тип. Хотя оно у нас и не присоединено к квартире. Готово. И у нас остались с вами лоджии. Ну, пусть будет здесь, допустим, несколько лоджий в проекте и несколько балконов. Лоджия. Пусть будет три балкона. Ну, соответственно, разные коэффициенты. И последнее, что у нас осталось, это общее, то есть, общественное помещение, общественное назначение. Это могут быть офисы, межквартирные коридоры, лестничные клетки. То есть, ну, все, что не относится к квартирам. Вот таким образом мы с вами назначили типы помещений. Следующее, что мы с вами должны... Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Во-первых, у нас произошло заполнение нашей марки. Мы видим жилую площадь, общую площадь и приведенную площадь квартиры. Но у нас с вами осталось одно помещение, которое не принадлежит никакой квартире. То есть, его нужно присоединить. Для этого у нас есть функция «Объединить». Выбираем ее. И внизу можем посмотреть маленькую подсказку. Укажите помещение для объединения. То есть, сначала должна выбрать непосредственно это помещение. Дальше необходимо указать помещение квартиры, которое мы хотим присоединить. Ну, пусть будет эта квартира вот эта. Все. Поменяю цветовую легенду. И вижу, да, действительно, наше помещение теперь относится к квартире номер 10. И, соответственно, появился номер 9. То есть, номер в рамках этой квартиры, номер помещения. И площадь была учтена в марке. Следующее, что мы с вами можем сделать, это проставить дополнительную маркировку. То есть, помимо маркировки номера помещения, нам с вами еще нужно расставить площадь, либо изменить наши существующие марки. Например, я не ставила галочку «Разместить марку помещения сразу», а хочу это сделать в дальнейшем. Для этого у нас есть две новые кнопки. «Марка помещения» и «Марка квартира». Первая марка помещения. По умолчанию открывается, подгружается сразу несколько семейств вместе с приложением. И мы видим вот достаточно большой список марок помещения. Это марки имени, то есть имя помещения. Ну, в данном случае имя не задано, просто помещение. Это марки номера помещения, которые мы с вами расставили. Это марки площади помещения. И также ряд марок, необходимых для маркировки балконов и лоджий. Например, в рамке... Так, давайте вот сюда. Вот такого вида. То есть, мы видим здесь полную площадь балкона или лоджии, так скажем, площадь с коэффициентом и непосредственно наш коэффициент. Затем аналогичная, только в строчку. То есть, также полная площадь, площадь с коэффициентом и площадь с коэффициентом. И третий вид. Вот такой. Если по каким-то причинам вам не подходят эти марки, которые есть уже в проекте, вы можете изменить это семейство, то есть выбрать семейство, редактировать и настроить уже в соответствии с вашими требованиями, с вашими запросами данную маркировку. И вторая кнопка, которая у нас есть, это марка квартиры. Точно так же по умолчанию подгружаются три вида маркировки. Первую мы с вами увидели. То есть, это обозначение количества комнат. Вторая – это количество комнат плюс индекс. Таким образом выглядит. То есть, это трехкомнатная квартира, причем это квартира евро и имеет индекс 3.1. И третья – это задается секция, номер секции. Но в данном случае секцию мы пока еще с вами не задали, поэтому, так скажем, марка здесь пусто. То есть, вот такие варианты марок квартир и марок помещений уже по умолчанию встроены в приложение. Теперь давайте воспользуемся функцией секции, чтобы у нас была заполнена марка. Посмотрим, как она работает. Для этого выбираем функцию и выбираем все нужные помещения, то есть все помещения, относящиеся к данной секции. Можно это сделать просто секущей рамкой. И затем нажимаем кнопочку «Готово» и вводим номер. Либо это литера, там А, Б, В, либо это номер секции 1, 2, 3. То есть, ну, как у вас требуется по проекту. Если у вас в проекте один объект здания, то вы можете секцию не задавать, соответственно. То есть, не использовать эту функцию совсем. И нажимаем «Ок». И теперь я вижу, что у меня заполнилась марка, и здесь появился номер секции. Секция номер 1. Давайте теперь рассмотрим наше помещение. То есть, я выбрала одно из помещений квартиры, где находятся наши параметры. В свойство помещения, свойство экземпляра мы видим дополнительные параметры. Первое – это индекс помещения. Например, индекс данной квартиры 3.1. Тип помещения. Жилая, нежилая, балкон, лоджия. Здесь прописывается. Номер квартиры. Мы видим, что данное помещение относится к седьмой квартире. Коэффициент площади. Поскольку это жилая комната, то коэффициент, соответственно, единица. Если мы выберем ту же самую лоджию, мы увидим, что коэффициент равен 0.5. Номер секции и тип квартиры. То есть, основные данные, вот здесь они у нас появились. Что еще можно сделать? Давайте создадим несколько этажей. Пусть это у нас будет типовой этаж наш. И мы хотим данные квартирографии, данные этажи откопировать вверх. Для этого я секущей рамкой выберу все нужные мне объекты, поскольку у меня ничего сверху нет. Марки помещений, окна, двери. Наверное, еще легенду можно захватить с собой. И говорим, классические функции Revit используем. Копировать в буфер обмена и вставить по выбранным видам. И пусть это будет план третьего этажа. Говорим ОК. Какие-то элементы не удалось оставить присоединенными. Но в данном случае это не совсем нам важно. Вот мы видим, что на третьем этаже у нас появились стены, окна, двери. Можно в 3D посмотреть, что появился третий этаж. И появились квартиры. Но квартира у нас с теми же номерами. То есть, также 6, 7, 8, 9, 10. Что является неправильным. Для этого у нас есть кнопка автонумерация для переопределения номеров квартир. Все. Я нажала. Теперь у меня на третьем этаже квартиры 11, 12, 13, 14 и 15 соответственно. У меня произошел пересчет. Соответственно, если вы делаете 10 этажей, не нужно в каждой квартире подставлять свой номер. Вы просто нажимаете кнопку автонумерация, и программа все сделает за вас. То есть, она сама определит номер. Если у вас какая-то двухэтажная квартира, то там нужно откорректировать, например, это вручную. Что и на одном этаже, и на втором этаже у вас один и тот же номер квартиры. То здесь уже редактируете вручную. Давайте перейдем к следующим функциям. Следующая функция – это экспликации. Создание непосредственно экспликации квартиры и обновление экспликации квартиры. Ну, предположим, я хочу создать экспликацию квартиры вот на данную квартиру, номер 11. Что я для этого делаю? Я выбираю функцию «Экспликация» и затем я должна выбрать вид, на который будет размещено мое аннотационное обозначение, то есть непосредственно сама таблица. В данном случае я нахожусь на плане третьего этажа и хотела здесь бы поместить экспликацию. Поэтому я выбираю данный вид. План третьего этажа и нажимаю «Ок». Затем я должна выбрать помещение нужной мне квартиры, для которой я хочу создать экспликацию. Пусть это будет данное помещение. И вот теперь у меня за мышкой бегает моя экспликация, которую я могу расположить где-то в свободной области. Вот я вижу, что у меня на данную квартиру вот моя экспликация. Здесь она имеет гостовский вид, номера помещений от 1 до 9. Да, действительно, в этой квартире 9 помещений. Площади помещений, наименование. Поскольку ни одно помещение не имело у меня имени, то, соответственно, здесь наименование просто помещение. То есть необходимо предварительно задать имя. Жилая площадь, приведенная площадь и общая площадь квартиры. Ну, давайте теперь проведем какие-либо изменения в этой квартире. Например, передвинем стеночку. Например, увеличим лоджию. Так, и зададим имя помещений некоторых, например. Здесь у нас будет жилая. Здесь у нас будет с вами кухня. Ну, и так далее. И так далее. То есть вот таким образом. И эти изменения я теперь хочу отразить непосредственно в экспликации квартиры. Для этого я выбираю функцию «Обновить экспликацию» и выбираю нужную мне экспликацию. В данном случае это экспликация квартиры номер 11 для секции 1. «Обновить». Вот я вижу, что цифры у меня изменились, и они стали аналогичны тем, что у нас в марке находится. И, соответственно, появилось наименование «Жилая комната», «Кухня» и так далее. То есть все изменения в самой квартире отразились в экспликации. Если бы я выбрала несколько галочек, поставила одновременно, то, соответственно, несколько экспликаций квартиры у меня бы обновились. Давайте выберу этот элемент. Что это такое? Это обычная типовая аннотация. То есть вы можете зайти в редактор семейства, ее отредактировать, данную таблицу. Где ее можно найти? Ее можно найти либо на вкладке «Анотации обзначения». Вот они здесь появляются все. Либо в диспетчере проектов, вот здесь вот в семействах. Здесь же находятся марки «Квартиры» и вот наши экспликации. И, соответственно, данную экспликацию вы можете выносить на лист, либо выносить на вид. Например, давайте я выберу эту квартиру. Хочу, так скажем, подрезать границы и вынести все это на лист. Каким образом я действую? Показываю область подрезки. Соответственно, редактирую подрезку, как мне там нужно. Так. Хорошо. И теперь я уже все это могу вынести на лист. Вот таким образом. Лист. Он у меня уже есть. Давайте план третьего этажа, данный вид, но, соответственно, нужно создать копию вида. Я могу подрезать вид, соответственно, я могу все это вынести на лист, но оформить так, как нужно, то есть убрать лишние марки и уже сюда я могу вынести свою экспликацию, то есть непосредственно на лист разместить. Вот таким образом. Так, что у нас еще есть? Ну, в принципе, основной функционал приложения я с вами вам показала. Последняя кнопка, которая есть, это о программе. Здесь вы можете прочитать общую информацию о нашей компании, разработчики, консультанты. И здесь есть ссылки непосредственно на сайт с квартирографией, где можно почитать общую информацию, посмотреть какие-то обучающие видео и скачать инструкцию по руководству. Давайте я с вами перейду на сайт непосредственно и покажу, как это выглядит. Вот страница приложения «Квартирография». Здесь находится кнопочка «Скачать». Как я уже говорила, приложение абсолютно бесплатное, не требует регистрации, не требует активации, но при скачении вам необходимо заполнить небольшую форму. Она нужна для того, чтобы если выйдет новая версия, например, приложение, вы будете занесены в нашу общую базу, и мы могли вам выслать какое-то информационное письмо о том, что вышла новая версия, и если вы хотите, вы можете ее обновить. То есть вот какая-то общая информация о вас. Здесь, так скажем, основное описание приложения, функции расписаны, и здесь будет находиться видео с данным вебинаром и использованием данного приложения. И также есть небольшое методическое пособие, так скажем, в виде презентации, которое вы можете скачать и посмотреть подробно, как использовать каждую функцию. То есть оно в таком формате PDF. куда-то оно интересно скачалось. Или не открылось. Ну, в общем, оно находится здесь. Давайте я вернусь в нашу презентацию. Если у вас возникли какие-то вопросы по приложению, либо вопросы по, так скажем, общего характера, учебные курсы, мероприятия вас интересуют, вот здесь вся наша дополнительная контактная информация. Вы можете обращаться к нам. Вы можете выйти на страницу, на нашу страницу на YouTube, посмотреть все вебинары, ранее проведенные, в том числе и этот вебинар. И если у вас возникли какие-то технические вопросы непосредственно ко мне, вы можете либо написать мне на почтовый ящик, либо непосредственно позвонить по телефону. Ну, на этом наша презентация все. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. И также, если у вас есть какие-то пожелания в доработке приложения, то есть какие-то вы хотели бы видеть функции, тоже вы можете написать либо непосредственно мне, либо написать в нашу техническую поддержку. Здесь, к сожалению, нет у меня сейчас адреса. Так, сейчас я его покажу. То есть вы можете вот сюда написать, на help.sobaka.pss.spb.ru либо непосредственно мне написать какие-то, может быть, замечания по работе приложения, либо, может быть, пожелания дополнительной функции. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание. Я буду буквально минут 5-7 на связи. Если возникли вопросы, то задавайте. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...